Французская полиция обнародовала сегодня новые детали расследования. В ходе очередного рейда они сейчас идут непрерывно и во Франции за рубежом найден еще один штаб террористов, причастных к пятничным расстрелам. Правоохранители продвигаются по следам боевиков, вот только экстремисты серьезно опережают сотрудников спецслужб. Полиция лишь остается констатировать, что многое упущено. Мария Евсюкова подробнее. Индекс страха в Париже зашкаливает, впрочем, как и во всем мире. Накануне откровения премьер-министра Франции посеяли новую панику среди горожан. Мануэль Вальф заявил, атаки террористов могут повториться. Сегодня глава Кабмина постарался успокоить граждан. Семьи оплакивают своих жертв, но еще не все опознаны. Вы знаете, что еще не прошли ни одни похороны. В то же время следствие продолжается. Когда появятся какие-то подробности, я не стану их скрывать. Наша цель задержать причастных и понять, как все произошло. Словно Париж не знал, что ему готово, но, видимо, принцип предупрежден, значит, вооружен, не про французские спецслужбы. Казалось бы, Турция дважды передавала информацию о готовящихся терактах. Впервые в 2014 году, затем в 2015. Столько же раз контрразведка Франции не отреагировала. Результат – две атаки террористов за год. Возникает вопрос, почему даже прямые угрозы театру Батаклан, они, как выясняется ранее, поступали силовиков, не насторожили. На личном деле Измаила Амара Мастефаи, одного из смертников, пометка – угроза национальной безопасности. Последние пять лет за ним пристально следила полиция. Но в день трагедии он, как и другие подозреваемые, будто растворился на виду спецслужб. Один только этот факт уже должен был насторожить силовиков. Облавы, по-другому это теперь не назовешь, прошли во всех пригородах Франции и Бельгии. За сутки более 170 операций. Десятки человек задержаны. Обнаружены гранатометы и автоматы Калашникова. Установлена личность седьмого террориста из группы, напавшей на театр Батаклан. Правда, в интересах следствия его пока не разглашают. Ранее обыски прошли в квартире одного из смертников – Ибрагима Абдеслама, который взорвал себя на бульваре Вольтер. Его дом в городе Бабиньи, полагают полицейские, был штабом боевиков. Принадлежал Ибрагиму и этот бар в брюссельском районе Маленбек. Недавно заведение закрыли из-за криминальной репутации. Из Маленбека кровавый след тянется давно, еще с момента нападения на редакцию Шарли Эбдо. Но выводов полиция Франции так не сделала. Сообщения о задержанных постоянно обновляются. В Сербии полицейские взяли мужчину с сирийским паспортом. Это точная копия того документа, который нашли на месте теракта в Париже. Разница лишь фотографии. По данным журналистов, такую подделку можно легко достать за 3000 долларов. Меры безопасности усиливаются практически во всех европейских городах. Под особый контроль взяты вокзалы, аэропорты и административные здания. Решительный отпор терроризму намерено дать и Великобритания. На усиление спецслужб там выделят 2 миллиарда фунтов стерлингов. Великобританию, Францию, наших союзников никогда не запугать. В ответ мы только удваиваем нашу решимость победить. Мы имеем дело с радикальными исламистами в Сирии, которые исповедуют терроризм. И нам необходимо выработать целостный подход. Это касается и наращивания военной мощи, и обмена опытом в деле борьбы с терроризмом. Обмен опытом в борьбе с терроризмом сегодня во главе угла утром. Франсуа Алан встретился с госсекретарем США накануне Джон Керри прилетел в Париж. Мы должны активизировать наши усилия, чтобы нанести удар в самое логово террористов. Также очевидно, что нам необходимо пересмотреть пограничный контроль, чтобы лучше отслеживать передвижение людей. Но уровень сотрудничества между США и Францией не может быть выше. Мы договорились обмениваться большим количеством информации. И я уверен, что в течение ближайших недель ИГИЛ почувствует усилившееся давление со стороны международного сообщества. Совместные усилия в борьбе с терроризмом Франсуа Алан намерен также обсудить с президентом Обамой и с Владимиром Путиным. Встреча запланирована на следующую неделю.